Несмотря на то, что Эрдоган добивается своих целей во внутренней политике Турции, тем не менее имеет смысл заглянуть немножко в будущее. И этот анализ показывает, что его действия на самом деле носят форс-мажорный характер. Что имеется в виду? Прежде всего речь идет об отставке премьер-министра Турции Давут Аглу. Эрдоган пошел на этот жесткий шаг с целью якобы продемонстрировать свою мощь и свое влияние во внутренней политике. Но ведь и Давут Аглу в это время ввел свою игру. И ему было достаточно выгодно соскочить из политики Турции в настоящий момент с той целью, чтобы оставить Эрдогана наедине с теми проблемами, которые в настоящее время имеются в стране. Прежде всего это курдская проблема, потому что еще немного. И факт гражданской войны, ведущейся в Турции, он станет признаваться всеми. И второй момент, естественно, он связан с ухудшением отношений с Россией. Кто несет вину за сбитие российского бомбардировщика. И Эрдоган остается один наедине с этими проблемами. Вторая проблема, которая существует у Эрдогана, и которая в настоящее время встает в полный рост, это его обостряющийся конфликт с военными, с военным истеблишментом Турции. Эрдоган достаточно долгие годы проводил зачистку военной элиты Турции. Но в связи с обострениями ситуации в Сирии и ростом конфликтного потенциала в целом на Ближнем Востоке, он, тем не менее, вынужден в настоящее время делать на них ставку. И военные, в силу ухудшившихся военно-политических обстоятельств, тоже начинают набирать вес. И в настоящее время вполне реальный такой сценарий, что военные, как это не раз было в истории Турции в прошлом, все-таки произведут смену взорвавшегося президента и поставят на должность президента того человека, который будет верен кемалийским традициям. Продолжение следует...